Все, кто был вызван сегодня, получат единицы. Как не ответивший урок. Очки, деловой костюм с белым воротничком и строгий взгляд. Учитель математики Мария Васильевна из киноленты «Розыгрыш» воплощает образ педагога, к которому все привыкли. И не дай бог сломать стереотип, надеть вечернее платье, да еще и сфотографироваться в нем, как, кстати, сделала спустя 40 лет после выхода советской ленты барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова. Она разместила это фото в соцсетях. Многие сочли платье чересчур откровенным. Родители учеников пожаловались директору школы, где работала Татьяна. Диалог закончился тем, что мне было предложено написать заявление по собственному желанию. И я была, конечно, в таком шоковом состоянии. На следующий день родители подписи собрали, чтобы меня оставили на случай. Мне разрешили остаться, доработать год. Но девушка не стала ждать и все-таки ушла из школы сама по собственному желанию. Говорит, сильно некомфортная обстановка сложилась. И проверки начались на уроках. То есть до этого не было, за полгода ни разу проверки ни одной. Ну, как бы никто не сидел у меня на уроках. Кстати, та фотография была сделана в честь открытия зимней универсиады в Красноярске. Девушка уже два года состоит в Федерации зимнего плавания «Белые медведи» и пропагандирует спорт. С помощью тех же фотографий, которые до сих пор, несмотря на все пересуды, украшают ее страницу. Я ее с аватарки потом убрала, а так не стала удалять. Ну, это означало бы признать какую-то свою вину в чем-то, а я не вижу здесь вины. Правда, с этим не согласны в Комитете по образованию города. По их словам, у учителей существует как внутренний профессиональный кодекс, так и документально закрепленный, где прописаны правила поведения педагога. И фото в коротком платье этот самый кодекс нарушают. Мы не в фотографии должны пропагандировать здоровый образ жизни, а немножко другая ситуация. Но, может быть, можно было взять и на тренировку этих детей. Это был бы совершенно иной фактор. Она приходит сама. Помимо всего прочего, она еще привела с собой ребятишек, то есть своих учеников. Приходили не просто вот, что пришли, посмотрели, а детки у нее, ну, наверное, класс пятый или шестой, как такого возраста, они очень, значит, заинтересовались. И сейчас активно занимается человек шесть. Пропагандируя здоровый образ жизни, Татьяна осталась без работы. Ее супруг, кстати, тоже сейчас в поисках заработка. Они воспитывают сына, семья живет более чем скромно. Кстати, на днях стало известно, что без работы Татьяна точно не останется. Министр образования Алтайского края Максим Костенко пообещал помочь девушке с работой. Татьяна рассмотрит предложение, но пока мечтает совсем о другом – открыть свою художественную школу для детей. Ведь по дополнительному образованию она еще и художник. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. Наши новости.